Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Лесной квартал или бетонные джунгли. Жадность застройщиков не имеет предела. Комфортные для проживания территории хотят превратить в муравейник. Страна ждет. Приморский военный комиссариат рассказал об осеннем призыве. Ребята-призывники, срочники, не участвуют ни в боевых действиях, ни в каких-то решениях глобальных задач. Двигатель прогресса. Насколько интересно и выгодно быть менеджером в рекламе сегодня, рассказал в эфире радио Ви-Би-Си шеф-повар кухни-продаж холдинга «Бизнес-кейс». Также в выпуске «Готовь сани летом». Во Владивостоке дорожные службы готовятся к предстоящей зиме и снегопадам. И еще расскажем «Тропа на века». На Тигриной тропе заблистала новая плитка, как зеркало, отражающее небо. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировано 5 пожаров на площади 85 гектаров. 4 пожара площадью 49 гектаров локализованы в Шкотовском, Партизанском районах и Дальнегорске. Один пожар на площади 36 гектаров действует в Тернейском районе. Борьбу с огнем ведут более 80 человек и 15 единиц техники. Только в Дальнегорске за несколько дней прошло 6 пожаров. И только за одни сутки, 23 октября, на территории края выявлено 37 термических аномалий. Воздушные суда, самолет Ан-2 и вертолет Ми-8 находятся в дежурном режиме. Губернатор Приморья Олег Кожемяка провел совещание с профильными структурами и главами муниципалитетов по профилактике и возгоранию осенью и подготовке к весенним палам. Во-первых, проверьте все муниципальные поселения и все муниципальные образования на предмет минерализованных полос. Наличие вышек, сигналопровещения, водоемов. Все это проверьте, посмотрите. Госпожнадзор тоже, пускай Роман Галинович, проверит. И потом на очередном селекторе доложит. У кого, если что-то там не соответствует, доделайте в установленном порядке. То есть выставите посты наблюдения, сформируйте резервные группы. Обязательно у вас должны быть резервные группы на выходные дни. Главный синоптик Приморья Борис Кубай отметил, что теплая погода в крае сохранится до выходных. Потом пройдут кратковременные дожди. От 30 и 31 октября ожидаются более существенные осадки в северных районах с мокрым снегом. Но в настоящее время в крае сохраняется высокий уровень пожарной опасности. На совещании говорили о том, что в октябре-ноябре люди идут в тайгу за шишками и корнями. Поэтому опасность пожаров возрастает в разы. Добавим, что в текущем году материальная база приморских лесников была усилена. Закуплено 30 единиц техники высокой проходимости, которую направили во все лесничества. Также в распоряжение приморской авиабазы поступили квадрокоптеры и два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых можно оперативно и точно выявлять возгорание. Но главное, по мнению губернатора, готовность людей, мобильных групп и дежурных расчетов. Прошу просто тогда на месте проверить и доложить о состоянии групп. То есть и представителями МЧС проверить состояние этих групп, состояние пожарных расчетов, резервных групп, которые в выходные дни должны, значит, двинуться на ликвидацию пожаров. Теперь наступает осенний период. Он, наверное, самый, если так можно сказать, наиболее удобный для того, чтобы проводить контролируемые отжиги. И, безусловно, с тем, чтобы весной не ожидать таких крупных палок, которые наносят большой вред природе этим. Я имею в виду про мари, про пустоши, про те невыкашенные участки, которые у нас на сегодняшний день имеются. Но, значит, что такое контролируемый палок? Вы прекрасно знаете. Это боевой расчет сил, средств, которые, значит, должны стоять. Это, если, значит, где-то рядом с населенным пунктом сначала отжигается с подветренной стороны та часть, значит, и делается приграничная такая полоса, как бы минерализованная. Она может быть там идти 30, 40, 50 метров по отжигу. И потом запускается уже, значит, встречный огонь, который никому и ничему не будет угрожать. Глава региона считает наиболее важным не допустить переход лесных пожаров на населенные пункты, снизить возможный ущерб и исключить гибель населения. Он поставил главам муниципалитетов задачу проверить исправность пожарных водоемов, сформировать резервные пожарные группы. Особенно в выходные дни, когда возрастает количество выходов людей в лесную местность. Специалисты отмечают, что основные причины возгораний в 53% случаев – неосторожное обращение с огнем, 47% – переход земель сельхозназначения. Большинство пожаров этой осени, к счастью, тушатся в первые сутки с момента обнаружения. Точечные застройки и другие проблемы городского генплана все также актуальны. Вечером 22 октября на митинг против строительства трех домов в районе улицы Русской, 57, вышло несколько сотен человек. Обратить на себя внимание СМИ, властей города и края жителей было необходимо. Застройщик пытался втиснуть еще три многоэтажки в перенаселенный квартал. На встречу с жителями приехал губернатор Приморья, глава города и представитель застройщика. Подробности у Катерины Матвеевой. Это собрание началось засветло. Несколько сотен человек вышли на митинг возле собственных домов. Виновник торжества – застройщик эко-квартала. Ответ перед публикой держать не спешил. Люди возмущены. В их перенаселенном квартале будут строить еще один жилой комплекс из трех домов. Детские площадки, ухоженные придомовые территории, подъездные пути – все под вопросом. Даже при нынешней ситуации у нас жестокие пробки до русской, ну, до основной трассы. Просто утром очень трудно проехать. При этом добавляется еще около 500 машин. Представьте, что здесь будет. Дорогу невозможно расширить, вы сами видите, потому что с той стороны строительство, с той стороны больницы, с другой стороны больницы. Поэтому расширить их невозможно. Альтернативных дорог у нас здесь нет. На участке возле дома по улице Русской, 57Н, долгое время стоял недостроенный госпиталь. На его месте предполагалось строительство детского сада. Позже застройщик поменял планы и решил возвести два дома с административным центром и парковкой. В июне 2019 года получил разрешение на строительство трех домов на 287 квартир без парковок. Это огромный микрорайон, но, наверное, чуть ли не единственный в Владивостоке, где столько домов и нету вообще ничего. Нету ни стадиона, ни школы, ни детского сада, ни одного на весь район. Вообще нету ничего. Одна дорога, ведущая сюда, в 8 утра она превращается просто в транспортный коллапс. Гулять негде. Вот невозможно пойти в дом, нормальный дом, молодые семьи живут. Я не могу пойти и погулять возле дома, потому что идти просто некуда. Нету ни стадиона, ни сквера, ничего такого. Говоря о транспортном коллапсе, жильцы не преувеличивают. По адресу Русская 57 стоит 11 домов, на которые приходится 800 машиномест. Парковка платная и только одна. Может вместить не больше 200 машин. В скором времени в микрорайоне появятся новые жильцы из четырех домов ЖК «Лайф» и трех от ЭКО-квартала. Когда мы устраивались в школы, моих детей в 60-ю школу не взяли. Сказали, что хоть вы по району к нам относитесь, но мест не хватает катастрофически. Просто нет ни учителей, ни помещений. И мы можем дать вам справку, что мы вас не имеем права брать, потому что некуда детей сожжать. В 61-ю школу нас тоже не брали, но в 63-ю школу мы ходили. Садики, но нас взяли в садики, потому что мы многодетные, там по льготному. Но поликлиники также все переполнены. В ситуации разбирался и прибывший на место событий глава Приморья Олег Кожемяка. Представители застройщика уверяют, что разрешение на строительство добыто законным способом. И претензии к ЭКО-кварталу беспочвены. У губернатора сложилось собственное мнение. Вот мужики, при всем уважении к строителям, при всем уважении, и вы сами тоже не первый год, как говорится, строите, но он вообще сюда не влазит никак. Это первое. Второе. Они хотят заезжать мимо нашего дома. Вот просто никак не влазит. Здесь нет ни спортивной площадки, нет ни детской площадки. 200 человек, 200 семей, которые у вас здесь появятся, не будут иметь ни садика, ни площадки, ни стоянки, значит, да, то есть ни паркинга. Губернатор Приморья предложил выделить застройщикам участок земли в другом районе Владивостока для строительства третьего дома. Освободившееся место на Русской отвезти под строительство паркинга и детской площадки или стадиона. Олег Кожемяка пригласил стороны на более предметное совещание в субботу, 26 октября. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Готовь сани летом. Во Владивостоке дорожные службы муниципального предприятия содержания городских территорий готовятся к предстоящей зиме и снегопадам. Технику переобувают и монтируют спецоборудование. Убирать снег во Владивостоке предстоящей зимой будет намного больше машин. Это трактора, погрузчики, машины с отвалами, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого химриагента. Это будет у нас 180 единиц чисто снегоуборочной техники, плюс мы еще хотим восстановить два лаповых снегоуборщика. Да, погрузчики, чтобы сделать комплексные бригады. Тогда получишь у нас 182 единицы. И на это мы выходим. С тем годом, если взять, какой у нас, то у нас в том году было 112. В этом году у нас будет 180 единиц техники. Это, я думаю, считаю, хорошее подспорье. Но мы сейчас мастерские участки увеличили по технике почти вдвое. Специалисты отмечают, что уже разработаны маршруты работы спецтехники. Закуплен песок, соль и материалы для приготовления жидких химриагентов. Прошлая зима в Приморье выдалась бесснежной, что значительно облегчило жизнь владивостокским водителям. А вот чего ждать от предстоящего зимнего сезона, затрудняются ответить даже главный синоптик края. Пока же администрация Владивостока напоминает автомобилистам о том, что уже сейчас необходимо задуматься о смене летней резины на зимнюю. Пристальный взгляд народа или лучше один раз увидеть. Приморцы смогут лично контролировать создание объектов по НАСПроектам. Новый механизм вовлечения общественности запускают уже в текущем году. Как сообщили в Краевом департаменте информационной политики около трети всех опрошенных знают о реализации в Приморье проектов по благоустройству общественных пространств, строительству детских садов, школ, домов культуры, ремонту медицинских учреждений, ремонту и реконструкции дорог, созданию новых условий поддержки бизнеса. Более половины участников опроса выявили готовность стать общественными наблюдателями за ходом реализации НАСПроектов. Предполагается, что в каждом из муниципальных образований Приморья будут набраны от трех до пяти общественных наблюдателей, лидеров общественного мнения, которые помимо мониторинга в своих населенных пунктах смогут присутствовать на рабочих совещаниях, на муниципальном и краевом уровнях, вносить предложения, давать оценку мероприятия. В этом году проект запускается в пилотном режиме. Тем кандидатам, которых отберет специальная комиссия, предстоит принять участие в приемке ряда объектов. Отбор кандидатур в наблюдатели будет проводиться до 31 октября. Чтобы заявить о себе, необходимо заполнить анкету, указав помимо личных данных, опыт участия в социальных проектах и конкретные региональные проекты, интересные для наблюдения. Приморский военный комиссариат рассказал об осеннем призыве. Очередной набор молодых ребят для службы в армии стартовал 1 октября. В планах по краю собрать на комиссию около 9 тысяч человек. Специалисты также отметили хорошие показатели прошедшего весеннего призыва и надеются повторить результат. Подробности расскажет Максим Яковлев. Желающих больше возможностей тоже. Именно так описывают последние тенденции в армейском призыве специалисты Приморского военного комиссариата. Отношение к службе у молодых ребят сегодня изменилось. Страхи ушли, а опытные старослужащие называют службу по призыву еще одним классом общего образования. Ребята-призывники, срочники, не участвуют ни в боевых действиях, ни в каких-то решениях глобальных задач. Их главная задача – обучиться в военно-учетной специальности и зачислиться в запас, и в последующем быть в готовности любую приноту защитить свою родину, родную землю, родных, близких, ну и так далее. Осенний призыв этого года стартовал 1 октября. До конца 2019-го свои повестки получат порядка 9 тысяч приморцев. Насколько много из них уйдут в армию, можно спрогнозировать, смотря на результаты весеннего призыва. Цифры, надо сказать, интересные. Например, на комиссии с апреля по июль вызвали 8813 человек. Из них всего трое призывников не явились. Войска по итогу отправились 1919 ребят, что полностью отвечало плану. В целом годными к службе, а это две категории А и Б, оказались 74,3% призывников. Это лучший показатель на всем Дальнем Востоке. Среди причин, по которым ребята становились негодными по здоровью, на первом месте находятся болезни эндокринной системы и нарушение обмена веществ. На второй строчке – психические заболевания. И на третьем месте – болезни системы кровообращения. Девять парней по различным причинам перешли на так называемую альтернативную службу. Они ушли на гражданку в Краевую психиатрическую больницу, в отделение Почты России, а один призывник попал даже в Мариинский театр. С 2018 года там можно отслужить будущий танцовщикам балета. Уклонисты тоже никуда не делись. 356 парней уже привлечено к административной ответственности. 80 материалов были направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ гласит за то, что он может быть либо отштрафован, либо приговорен к аресту, либо лишению свободы. Там у нас предусматривают такая сумма штрафа до 200 тысяч рублей или заработная плата осуждена на период до 18 месяцев. Срок ареста от 3 до 6 месяцев. И срок лишения свободы предусматривают до 2 лет. Во время распределения в различные войска учитываются не только здоровье и персональные качества призывников, но и личные пожелания самих ребят. От того, куда направится в итоге человек, зависит, например, цвет формы. Она, по словам начальников военкомата, сделана только из российских материалов. Ее главная задача – согревать армейского в любую погоду. А в сумке у парней вот такой набор из самого необходимого – от перчаток и посуды до сухпайка и набора для гигиены. Индивидуальный набор питания довольно разнообразный, и выдается он каждый день. Есть даже сухой спирт для разогрева еды. А понадобится все это годным призывникам уже этой осенью. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Тропа на века. На тигриной тропе заблистала новая плитка, как зеркало, отражающее небо. Двигатель прогресса. Насколько интересно и выгодно быть менеджером в рекламе сегодня, рассказал в эфире радио ВВС, шеф-повар кухни-продаж холдинга «Бизнес Кейс». Версия 2.0. Телепередача «Автомир» снова рассказывает о полезном, а также радует уникальными гостями. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче «Все в порядке». Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Тропа на века. На тигриной тропе заблистала новая плитка, как зеркало, отражающее небо. Двигатель прогресса. Насколько интересно и выгодно быть менеджером в рекламе сегодня, рассказал в эфире радио ВВС, шеф-повар кухни-продаж холдинга «Бизнес Кейс». Версия 2.0. Телепередача «Автомир» снова рассказывает о полезном, а также радует уникальными гостями. Специальную программу, нацеленную на медицинское воспитание школьников, запускают в Приморье в ноябре. Ее цель – в игровой форме объяснить детям, как вести себя в той или иной ситуации, связанной со здоровьем. Специалисты определили блоки программы. Это здоровое питание, уход за полостью рта, профилактика травматизма и блок инсульту нет. Первыми к проекту подключились школьники Владивостока, которые в ближайшее время передадут эстафету учащимся из Уссурийска и Артема. В ноябре и декабре в школах пройдут уроки по здоровому питанию. В феврале 2020 года детей научат правильно ухаживать за полостью рта, а в марте-майе в учебных заведениях пройдут открытые уроки, которые детям помогут избежать травмоопасных ситуаций. Также со школьной скамьи ребят будут учить и распознавать первые признаки инсульта при помощи диагностики удар. Дети научатся оказывать первую помощь своим близким, больше узнают о собственном здоровье. К слову, такие занятия уже посетили 700 учеников старшей средней школы. Нужно отметить большую работу, которую в этом направлении проводит во Владивостоке фонд «Инсульту нет». Ближайшие массовые мероприятия фонда состоится 27 октября в торговом комплексе «Калинамол». Горожан приглашают на развлекательное семейное мероприятие под названием «Мы выбираем жизнь». Концертная программа, зажигательные выступления, познавательные и веселые конкурсы пройдут на третьем этаже мола рядом с фудкортом с 14 до 16 часов. Для гостей праздника организаторы подготовили множество призов. Реставрационные работы на символической тигриной тропе провел Всемирный фонд дикой природы. Тропу заложили в 2010 году во Владивостоке делегаты Международного молодежного тигринного форума. В год открытия тигриной тропы следы тигра и названия стран были выгравированы на гранитных плитах. А в 2013 году благодаря ВВФ России тигриная тропа получила свое логическое завершение. Два бронзовых тигренка поселились на спортивной набережной как символ заботы сегодняшнего и будущего поколения дальневосточников об амурском тигре. Эта скульптурная композиция и тропа тигра стали местом проведения городского праздника День рождения тигрят, которым начинается в последние выходные сентября День тигра во Владивостоке. Ушки бронзовых тигрят чешут на удачу, и они блестят под солнцем, как золотые. Здесь ежедневно бывает много туристов и, конечно же, жителей города. Морской климат, дожди и снега на не пощадили гранитные плиты тигриной тропы, которые постепенно начали разрушаться. Теперь камень заменен на металл. Новые 13 плит из нержавеющей стали сверкают на солнце спортивной набережной и как зеркало отражают небо. К слову, в 2022 году, в очередной год тигра по восточному календарю, во Владивостоке состоится международный форум по сохранению популяции тигра на планете. В России отмечают День работника рекламы. На радио ВИБИСИ в гостях побывал руководитель коммерческой службы Димит Кулик. Он рассказал о работе единой службы продаж холдинга «Бизнес-кейс», куда входит и «Восьмой канал». О примерах эффективной рекламной кампании, о том, насколько интересно и выгодно быть менеджером в рекламе сегодня. Подробности в нашем следующем материале. Издательский дом «Бизнес-кейс», состав которого входит телевидение, радио, газеты, журнал, на днях провел бизнес-пати, где презентовал свои ресурсы. Мероприятие прошло на ура. Об этом и не только рассказал руководитель коммерческой службы холдинга Димит Кулик. Быть рекламным менеджером сегодня интересно, ведь предложить можно многое. Например, полный цикл производства – от сценария до готового ролика или даже фильма, адаптированного к соцсети. А еще только в «Бизнес-кейсе» вам предложат комплексное размещение. В составе холдинга – радио «Лема», «Ви-Би-Си», «Риа Владнюс» и газета «Владивосток». Делать рекламу, которая работает и вызывает отклик у потребителя, всегда приятно. Главный секрет хорошей рекламы – показать ценность продукта. И показать, насколько этот продукт конкурентоспособен с другими товарами, и чем он лучше, показать его все плюсы. И чтобы потребитель, приходя, понимал, что если он покупает данный товар, за что он платит и что он получит. Если вы обратитесь в «Бизнес-кейс» за размещением рекламы, о вашем бренде узнает все Приморье, убежден Димит Кулик. Ролики, сюжеты, фильмы, макеты, статьи и адаптация всего этого для соцсетей рекламной службы умеет все. Если обратиться в наш медиахолдинг «Бизнес-кейс», то мы вам сделаем все под ключ. То есть, если вам нужна полностью рекламная кампания, вы к нам обращаетесь, говорите, что вам надо изготовить. Мы из вас можем сделать видео, сделать аудиоролик рекламный, можем сделать фичеры на радио, можем из этого сделать статью в газету. Также можем все разметить на автобусах, отдать все в интернет, информационное агентство, и все наши ресурсы осветят это полностью во всех своих социальных сетях. То есть, у вас будет полностью полготовая рекламная кампания, которая войдет в массы. О том, насколько интересной может быть рекламная подача, можно судить по креативному празднику для рекламодателей под названием «Вне эфира» от «Бизнес-кейс». Событие прошло 10 октября в зале Джаконда отеля «Гавань». Презентацию ресурсов холдинга провели в виде интеллектуальной викторины под названием «55 на троих». Участники, сотрудники холдинга, потенциальные и реальные рекламодатели получили подарки и бесплатные минуты эфирного времени. Группа «Радио Бэнд» и популярные ведущие шоу «Двух радио» создавали настроение. Медиаресурсы холдинга давно завоевали любовь и доверие жителей Приморья. Рекламодатели знают – об их бизнесе лучше всех расскажет команда «Бизнес-кейса». Это уже известность в городе, это стабильное качество и очень приятно работать с персоналом. Нам оказывают всегда помощь, поэтому идут на контакт, поэтому мы выбираем и «Бизнес-кейс». С холдингом «Бизнес-кейс» мы достаточно давно сотрудничаем. Мы размещаемся на восьмом канале. В частности, корреспонденты делают сюжеты достаточно хорошие и нам очень нравится сотрудничать с «Бизнес-кейсом». В дальнейшем, конечно, планируем поддерживать взаимоотношения. Свои возможности гостям представили и популярные ведущие шоу с радио Ви-Би-Си. Создатели ярких программ «Сестрёнки-шоу» «Экватор», «Чай-котики» и «Рок-н-ролл» были звездами на бизнес-пати. Это утренние шоу «Сестрёнки». Именно с них начинается каждое утро Владивостока. Бизнес-кейс уже многого добился. «Лема» и Ви-Би-Си являются лучшими радиостанциями на Дальнем Востоке. Восьмой канал вещает не только в Приморском крае, но и зашел в Хабаровский край. А еще стал первым городским ютуб-каналом. Холдинг развивается, растет, и его контент теперь можно смотреть, слушать и читать с любого гаджета в любой точке мира. Работать с творческой командой сотрудников бизнес-кейса – это выгодно и креативно. Если сейчас вы верстаете бизнес-план своей компании на 2020 год, не упустите шанс прозвучать на весь край в программах и шоу ресурсов бизнес-кейса. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новая версия популярной в крае телепередачи «Автомир» вышла на восьмом канале. Наша автомобильная программа теперь может похвалиться не только полезными советами и экспериментами, но и уникальными гостями. О том, что можно узнать из свежих выпусков «Автомира», расскажем в нашем следующем сюжете. Передача «Автомир» – одна из самых ярких и востребованных на нашем канале. Эта драйвовая программа, конечно, пережила уйму изменений и сменила уже ни одного ведущего, однако осталась такой же актуальной для дальневосточных зрителей. В новом сезоне познавательные и развлекательные сюжеты разбавляют уникальные гости. Например, видеоблогер Эрик Давидыч. Если сравнивать наш город Владивосток с другими городами, то как вам наши дороги? У вас есть дороги? Но интересны выпуски «Автомира» не только героями. Как и всегда, создатели передачи следят за всеми тенденциями в мире машин и автотехнологий. А главное, сюжеты программы соответствуют времени. Так, например, сегодня зрители могут узнать больше о том, как пережить со своим четырехколесным другом предстоящие заморски. Для того, чтобы подготовить ваш автомобиль к зиме, одного масла будет недостаточно. Желательно обновить аккумулятор или же, если вы в нем уверены, на всякий случай взять пусковые провода. Ведущий Михаил Пивненко не только общается со специалистами по автонастройкам и делится советами по покупке машины, но и примеряет на себя роль приморского автомобилиста, который встречается лицом к лицу со всеми вызовами города. Ремонтами дорог, объездными, ямами, ГИБДДшниками, новыми схемами движения. А здесь уже чистые эмоции, безо всякого сценария. Здесь каждое утро многочасовые пробки, здесь машины царапают друг друга и уезжают мимо, только потому что нереально дождаться ГАИ, и тогда здесь все станет колом. Смотрите новые выпуски программы «Автомир» в нашем эфире, либо на официальном сайте и YouTube-канале. Максим Яковлев, новости на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Погода порох. За прошедшие сутки в Приморье зарегистрировано 5 пожаров на площади почти в сотню гектаров. Лесной квартал или бетонные джунгли. Жадность застройщиков не имеет предела. Комфортный для проживания территорий превращает в муравейник. Готовь сани летом. Во Владивостоке дорожные службы готовятся к предстоящей зиме и снегопадам. Страна ждет. Приморский военный коммерсариат. Планирует поставить под ружье 9 тысяч человек. Тропа на века. На Тигриной тропе заблистала новая плитка. Реконструкцию провел Фонд дикой природы России. Версия 2.0. Телепередача «Автомир» снова рассказывает о болезнам, а также радует уникальными гостями. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на нашем официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Спасибо.